Да, для меня азербайджанцы не чужие, но мы с вами всегда были вместе, и не надо нас упрекать, что мы там торгуем оружием с Азербайджаном. И за что критикуют? За ракетный комплекс. Но я пригласил и армян, и азербайджанцев, и россиян на эти испытания. Своего родного сына-помощника поставил близко к той точке, куда должна была пролететь ракета. Я должен был знать, чтобы меня не обманывают, что это хороший комплекс. И все увидели, 4 метра от цели упала ракета. 4 метра. Высокоточное оружие, азербайджанцы, продайте, а нам надо кредит возвращать, нам китайцы дали кредит под это. Надо возвращать, а кредит надо продать оружие. Я тогда предложил, говорю, хорошо, я вам продаю комплекс, и армянам, говорю, знал, что будет проблема. Я готов вам аналогичный комплекс поставить. Армяне отказались, сославшись на то, что у нас есть российский Искандер. И вы его на параде показывали. И только единственное, азербайджан, уже открываю секрет, попросил, сделайте нам к следующему параду. Вот армяне показали на параде российский комплекс, а он еще мощнее. Примерно они одинаковые, но чуть-чуть мощнее. Наш до 300 летит, а тот за 300. И мы им сделали до парада. Вот чем, наверное, моя вина, что я постарался для парада сделать этот комплекс. Но я ведь предложил и вам. Вы сказали, не надо. И потом при Путине я ему сказал, вот было же СНГ, потом и Ильхам был там и так далее в Питере. Я говорю, Никол, давай поставим точки над «и». Кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговле оружием? Кто? Россия. Я говорю, а чего ты язык засунул? Скажи ему. Покончакуй, Владимир Владимирович. А, боишься? А второе место кто? Израиль. А третье? Турция. Ну а четвертое, с учетом полонеза, наверное, четвертое, пятое мы. Полонезов нет, будем десятые. Ну, за чего ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Ну, я говорю, ты скажи, я буду молчать. Что касается вашей проблемы на Горном Карабахе, мы ее обсуждали. Я откровенно при Сержа Затыче высказывался. У меня позиция одна. Мужики, плюньте на всех вокруг этих гигантских, которые якобы решают ваши вопросы. Сядьте вдвоем и решите эту проблему вдвоем. Ну, это уже Минская группа у нас по Нагорному Карабаху, которая ни черта не сделала за эти десятилетия. И не сделают, пока в два президента не сядете и не скажете, что вот давайте эту проблему решим в интересах людей. Вот Николай вчера призывал инвестору идти в Армению. Слушайте, в воюющую страну никто инвестиции не повезет. А если повезет, то таким образом, чтобы за год что-то урвать, компенсировать... Спасибо. Спасибо.